Какие вещи и явления незаметным образом для людей исчезли? Тиктоник, паркур и игрушка йо-йо. В свое время это можно было видеть буквально на каждом шагу, и в какой-то момент оно само по себе исчезло. В нулевых была мода на пластик. Многие говорили, что использование продукции из пластика спасает кучу деревьев и тем самым экологию. Сейчас же все наоборот. Одежда. Она меняется каждый гребаный сезон. Хотя классика вроде толстовки, кет и джинс актуальна 10 лет назад, сейчас и по-любому потом. Хорошие кинофраншизы. Раньше были Звездные войны, Индиана Джонс, Властелин колец, Гарри Поттер, Стартрек. Теперь очень крутых франшиз вообще не выпускают. А продолжение к уже существующим в основном заканчивается провалом. Вспомните те же Звездные войны. К тому же мне не понравились новые части Гарри Поттера, ибо уж слишком там все нагнетающее. Раньше была атмосфера теплого каменного замка, веселья, сливочного пива. Сейчас это какая-то деприсятина. Мобильные телефоны с кнопками. Насколько я помню, прошло около пяти лет, как мобильники прошли путь от «были у всех» до «шо это?». Как по мне, одной из таких вещей является телевидение. Все уже давно перешли на интернет. Я не говорю именно об телевизорах, нет, я говорю об ТВ-каналах и прочей лабудении. Уже давно интернет заменил это. Колонки с водой на улице. Помню, постоянно в детстве, когда гуляли, почти на каждом углу стояли синие колонки, из которых любой мог попить или набрать воды. Один пьет, другой качает. Как-то неожиданно в один момент понял, что их уже как несколько лет нет. Инструкции к мобильникам. Раньше к простейшему кнопочному телефону прилагался толстенный талмуд, в котором было прописано все. Как включать, как заряжать, как сохранять номера, все. А сейчас такие сложные навороченные телефоны, и к ним прилагается гарантийный талон, и все. Цифровые фотоаппараты. Не путать с пленочными. И DVD-проигрыватели. Первые появились посеместно в конце нулевых, а вторые в середине нулевых. А до 2014-15 годов уже стали неактуальны. Все заменил смартфон и телевизор с интернетом. Я помню, по телеку были передачи, в которых нужно было отгадать слово. Естественно, там отгадать было несложно. Главное, чтобы люди звонили и тратили свои кровные на дозвонах. Понятное дело, что звонивших много, а дозвонившихся единицы. Да и много другого типа развода было. Еще рекламы всякие, связанные с массажерами, где ты стоишь, и тебя чудо-пояс делает стройным. И очень много подобной херни. Как вспомню. Зашла я как-то на сайт с исчезающими звуками. С удивлением для себя обнаружила звук помех из телевизора. Решила проверить. И так и есть. Помехи на современных телеках беззвучные. Компьютерные клубы. Да, они все еще существуют, но уже не пользуются настолько большой популярностью. Потому что интернет и игра по сети с ноги влетели в нашу жизнь. Основные игры в нынешних компьютерных клубах это Dota, LOL, CS и возможно Valorant, которая тянет любое ведро 2013 года, которое можно сейчас собрать за сущие копейки. У тебя попросту нет необходимости в посещении данного заведения. Я думаю, это игра Among Us. Эта игра была дико популярна в 2020 году, когда полмира сидели на карантине из-за пандемии COVID-19. Многие тогда пытались хайпануть на ней, делая пародии на Among Us или вставляя их в свою рекламу. Последний раз я слышал что-то об Among Us около полугода назад. Squid Game. Игра в кальмара. Этот корейский сериал, как и в случае с Among Us, невероятно быстро и высоко взлетел в 2021 году. И точно так же быстро был предан забвению. Теперь он пропал из информационного поля. По крайней мере, я о нем не слышал ничего с конца 2021. Также я перестал видеть атрибуты этого сериала. Допустим, я раньше видел в магазинах плюшевые игрушки в виде персонажей оттуда. Но теперь их больше там не продают. Хотя, может я ошибаюсь, и когда выйдет второй сезон, если выйдет, тогда он будет на своей волне популярности снова. Разная крипипаста. Помните таких персонажей, как Слендермен, Рейк, Пиковая дама и так далее? Да даже далеко ходить не надо. Вспомнить хотя бы недавно популярного Сайрен Хэда. Где сейчас все эти персонажи? Помню, как я боялся того, что Слендермен существует, когда я был ребенком. И подростком, и всерьез верил в них. В какой-то момент все стали просто о них забывать. Хотя на самом деле это нормально. Все потому, что тренды со временем меняются. То, о чем люди говорили вчера, может быть уже забыто сегодня. Ничто не вечно. Коронавирус. После начала операции о нем все забыли. А ведь эта зараза сделала для меня вкус мяса невыносимым. Бэйблейды. О боже, помню, как я была судьей на дворовых турнирах. Кстати, недавно на волне ностальгии пересмотрела три сезона. Уже смотрю четвертый и купила себе девять бэев. Как же я по ним фанатела раньше. Простые детские игры на улице. Ну знаете, игры по типу пряток, салочек и так далее. Если раньше детвора на улице играла в подвижные игры и был слышен веселый смех, то сейчас, выйдя на улицу, можно увидеть, как шкалатроны, сев на одну скамеечку, матерятся, как сапожники, гоняя на айфонах и прочей ереси. Приложения Like, спиннеры, сквиши, детские помады в виде кексов, плееры. Скучаю по старому телевидению, где была целая гора интересных программ и мультфильмов. Я мог целый час сидеть с газетой, выискивая и составляя для себя на листке график просмотра. Когда-то на первом канале шли фильмы по выходным и почти никакой рекламы. А теперь все стало очень доступно. А я скучаю по тем временам, когда были блютусы, экпорт, или ты бежала, сломя голову, когда включался нужный клип по телевизору, чтобы записать на диктофон. Диски. Я помню, мы шли в магазины и покупали очень много дисков. Было разное. Там был Джеки Чан, фильмы, диснеевские принцессы и аниме. Мы покупали Бакуган, Фэрри Тейл и многое другое. У нас было четверо детей, все мы сидели и смотрели. А сейчас все все еще любят аниме, но все мы смотрим отдельно. Игра. Как достать соседа. Фишки. Друзья кричат с улицы, чтобы ты вышел с ними погулять. А девочки стелили на землю какое-нибудь покрывало и играли в куклы. Когда хочешь зайти домой, чтобы попить, но боишься, что потом не выпустят. Когда встаешь рано утром, потому что в это время крутят клевые мультики. Когда передаешь любые файлы с телефона на телефон по блютус. Но у тебя осталось слишком мало памяти. Еще были орешки, которые открываешь пополам, а там шоколадная сгущенка. CD и DVD диски. Раньше все их покупали и записывали всякую всячину. У меня самого их были десятки. А теперь при сборке нового компа продавец спрашивает, нужен ли вам вообще DVD привод в системный блок. Граффити в ВК. Раньше все друг другу рисовали всякую хрень на стене. Прикольно было. Теперь почему-то почти никто не рисует. Странно так. Очень резко перестали. Любая вещь, которая внезапно становится популярной. Те же спиннеры, йо-йо, фингерборды. У детей моего возраста еще бакуганы были. Еще раньше, где-то в 90-е, и раньше были безумно популярны комиксы. Их продавали миллионными тиражами. Сейчас же их почти никто не читает. Тиражи ограничиваются несколькими десятками тысяч проданных экземпляров. Наличка. Сейчас все используют электронные деньги. Даже в автобусах используют карточки для оплаты проезда. Фишки. Кто-то помнит фишки? Такие картонные кругляшки, которые ты кидаешь на стол, чтобы получить картонки другого чела. А еще до них были наклейки, которые также выбивали у других челов. Я такой старый. Фак. Демотиваторы. Это такие картинки в черной толстой рамке с подписью внизу, несущей смысловую нагрузку к изображению. Представители современного поколения вряд ли знают о том, что такое пейджер. Некогда это устройство было очень популярно, особенно в деловой среде. Такой девайс, как и его обслуживание, был не каждому по карману. Он служил для односторонней текстовой связи. Теперь же пейджеры в прошлом. Смартфоны заменяют нам многое. Это и музыкальный плеер, и инструмент для вебсерфинга, и конечно же органайзер. Поэтому в современном мире почти совсем пропала необходимость бумажной возни. Нам незачем заводить записные книжки и записывать в них что-либо от руки ручкой. Гораздо проще и быстрее разблокировать смартфон и внести все необходимое в него. Видеомагнитофоны. Сначала были роскошью, затем стали привычным делом, а потом навсегда исчезли из нашей жизни. В какое-то время существовали специализированные магазины по прокату видеокассет. Сейчас же их след простыл. Некогда почтовая переписка была очень популярной. Когда-то это вовсе был единственный способ общения между людьми, находящимися далеко друг от друга. Сейчас же по почте чаще всего пересылают посылки, с помощью которых доставляют различные предметы. А вот бумажные письма люди почти не отправляют друг к другу. Да, остались еще те, кто считает, что бумажная переписка лучше той, что происходит в интернете. Но таких не очень много. А вот общение в сети есть огромное преимущество – скорость. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok